Уважаемые братья и сестры Мы, как обычно, по Адату начинаем наше мероприятие с чтения священного Корана, иншаллах. Для этого мы пригласим муадзина центральной джума мечети города Махачкалы, Мухаммад Хабиб. Айюха, الذين آمنوا, оттекوا الله, ولтензур نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله, إن الله خبير بما تعملون. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يُسَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بَرَكَ اللَّهُ مَحْمَدْ حَبِيْبِ إِمَامَ الْغَزَالِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ پِيشِتْ أَتْنَسِتِن لَا لُبْوِي كَ اللَّهُ وِيهُوَ پَصْلَنِّكُ إِمَامَ الْغَزَالِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ говорит человек который утверждает что он любит Всевышнего Аллаха и он не любит не любит ученых то этот человек является лжецом мы уважаемые братья и сестры хвала Всевышнему Аллаху являемся теми людьми у которых есть возможность слушать и лицезреть наших ученых наших алимов которые посвятили свою жизнь пути Всевышнего Аллаха которые распространяют истинные знания которые получили их также от больших великих ученых и к этому хочу прибавить так как в современном обществе есть некоторые люди которые едут за знаниями говоря что знания находятся только за рубежом знания находятся только там откуда пришел ислам и так далее что когда вот сегодня мы смотрим видим турецкие сериалы про сельджуков и так далее там есть одна персона один очень важный персонаж который сыграл в образовании ислама очень большую роль человек который был вазиром Низам-уль-мульк так вот Низам-уль-мульк в свое время основал Мадраса который является самым высшим учебным заведением того времени Аль-Мадраса Низам-уль-мульк и основной корпус которого был в Багдаде и дальше уже открывались в разных местах где главным преподавателем Низам-уль-мульк поставил увидя одного человека которого он сильно влюбился которого он сильно полюбил за его знания за его искренность это был Худжат-у-ль-Ислам Имам-аль-Газали рахматуллахи алейхи и в то еще время дорогие братья и сестры у нас в Дагестане было построено филиал этого Мадраса в долине Цахура в Южном Дагестане и на протяжении стольких лет у нас к нам приезжали преподавали и обучались наши братья и сестры которые наши предки которые знания оставили нам здесь и по сей день находят книги которые замурованы в мечети так как во время коммунизма книги Кур'аны по-илму книги сжигали ученых репрессировали но знания и ученые у нас остались я хочу пригласить человека который не нуждается в представлении для того чтобы он сделал нам полезный насихад алейхаджи альгикуни альхамдулillllahi Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимaTorzok Его такое признание, такое уважение и любовь к нам. Хочется привести один всего лишь пример нрава нашего пророка, и то, как он любил свою общину, насколько это был великий человек, что сегодня ни один вастоковед, ни один атеист, и кто-либо другой не сможет отрицать этого явного факта. Что же делал пророк, саллиллаху, алейкум, когда его изгнали из Мекки, и он был вынужден переехать в Медину, где в Медине его ждали и группы лицемеров, и иудеев, и те, кто боялся потерю власти. На пророка, саллиллаху, алейкум, делали нападки, посылали людей, чтобы они его убили, завязывали с ним битвы. И во время битвы при Ухуде, дорогие братья и сестры, когда пророка, саллиллаху, алейкум, на его глазах убили его дяду, на его глазах убили юношу, самого прекрасного, о котором он говорил, я не видел прекраснее юноши, чем Мусабну Умайр. Столько людей, близких к его сердцу, убили на его глазах. Самого пророка, саллиллаху, алейкум, стреляли стрелами, бросали копья, но сахабы своими телами прикрывали, отдавая свои жизни ради него. Пророку, саллиллаху, алейкум, выбили зуб. Пророка, саллиллаху, алейкум, ударили по голове, и шлем зашел в его щеки. Его лицо начало кровоточить. И тогда Абу Бакар, ради Аллаху, рассказывает, пророк, саллиллаху, алейкум, поднимает руки, начинает делать дуа. И тогда, говорит Абу Бакар, я испугался, что он начнет против своей общины просить, так как другие некоторые сподвижники просили, я, Расуль Аллаху, попроси Аллаха против них. И в таком трудном состоянии, в таком тяжелом положении, кровавленным лицом, пророк, саллиллаху, алейкум, поднимает руки, и некоторые сахабы, включая Абу Бакар, испугались этого момента. И он говорит, с болью в душе, он говорит, «Аллаху махдикауми, фаиннахум ла я'аламун». О, Аллах, наставь эту мою общину, поистине они не знают, что они творят, они не знают. Теперь мы должны задаться вопросом, пророк, саллиллаху, алейкум, который вот такие трудности испытал, пророк, саллиллаху, алейкум, алейкум, который свою жизнь нам посвятил, который отказался от богатств этого мира. И мы должны понимать, уважаемые братья и сестры, что если все богатства этого мира даны были бы пророку, алейкум, алейкум, он на один процент даже не испортился бы. Но он от этой роскоши отказался, тоже ради нас с вами, чтобы мы знали, что не в этом счастье, за этой роскошью бегать не нужно. Пророк, саллиллаху, алейкум, на своем примере показал лучшего человека без денег, без имущества, без дворцов. Он стал лучшим без всего этого. И он нам хочет показать, что лучшим можно стать. Аллаха довольство заслужить, признание людей заслужить без всего этого. Что нам для этого нужно? Нам нужно дин. Нам нужно нашу религию соблюдать. Это нам нужно, дорогие братья и сестры, сегодня. И мы должны максимально сделать все возможное посредством посещения таких маджлисов, посредством чтения книг, поближе знакомиться нам с нашим пророком, алейкум, с нашей с вами историей, историей нашей религии. Для чего нам вся эта история нужна? Для чего нам эти маджлисы нужны? Линусаббита бихи фуадак. Аллах, субханаху ата'аля, рассказывал пророку, саллиллаху алейкум, историей предыдущих общин, чтобы его сердце укрепилось. И нам все это нужно, как пища для души, чтобы наши сердца тоже укреплялись, дорогие братья и сестры. Пусть Всевышний Аллах вознаградит каждого стремящегося к изучению и соблюдению религии Аллаха. Сейчас мы хотим предоставить слово имаму поселка Хушет, Хизри-Хажи, чтобы сделал нам насыщение. Бисмилла, альхамду лиллах, ас-саллику, 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 аля Расулу. Амма-баду, ас-саллику, алякум, и рахмату ллахи, и варакату. Помню, немало лет тому назад с муалимом Али-Хажиевым, хафи-ллах, тоже я здесь, на маджлисе был, и вот столько лет не получалось к вам вновь попасть в гости. Наверное, специально не приглашали. Дорогие братья, маджлис – это то, где рассказывают хадисы, где рассказывают аяты, где рассказывают о религии, о шариате. И здесь бывает такое, что на маджлисе можно одно и то же услышать, то, что тебе знакомо, услышать. По этому поводу, пока я не начну свою тему рассказывать, я хотел бы такое напоминание сделать. Был такой ученый, который родился в 27-м году исламского лета исчисления и умер в 114-м году исламского лета исчисления. Величайший фақи, величайший алим области хадиса, человек, который был муфтием в свое время, Ата бин Абирабах. Он сказал такие слова Молодой человек, говорит, рассказывает, что-то рассказывает. Я, говорит, его слушаю, как будто бы я слышу это первый раз. Хотя я об этом, говорит, слышал до его рождения. Посмотрите, дорогие братья, какое уважение у слушающего к говорящему. Мы говорим, потому что нам сказано, верующий должен верующему делать напоминание. Вам сказано, если верующий слушает то, что ему говорит, это приносит пользу. Если слушает, приносит пользу. И говорящему, и слушающему, если они верующие, дорогие братья. Поэтому, пусть Аллах, говорящие, сердце моё говорящего очистит, и сердца ваши слушающих тоже Аллах пусть очистит. Аминь. Я бы хотел сегодня вам передать, рассказать слова величайшего учёного, который родился в начале 200-го года исламского лета исчисления, который умер в 279-м году исламского лета исчисления. Величайший мухаддид алим области хадид и льма это имам Ат-Тирмиди рахматуллахи алейхи. Имам Тирмиди сказал вот такие слова, дорогие братья. Его слова состоят из четырёх частей. Он, обратившись, сказал четыре вещи. И вот об этих четырёх вещах я хочу вам рассказать. Надеюсь, что и мне, и вам она принесёт пользу. Имам Тирмиди рахматуллахи алейхи говорит вот такие слова. Салаху льфата фи льльми ва салаху лькахли фи льмасджиди ва салаху льмар'ати фи льбайти ва салаху льмузи фи ссиджни. Салаху льфата фи льльми говорит, благо для молодого парня, благо и сохранность для молодого человека это говорит фи льв льми, изучение знаний. Почему изучая льму человек узнаёт о Всевышнем Аллахе, о его запрешённых и обязательных сифатах и так далее. Изучая льму человек узнаёт о посланнике Аллаха, его жизнеописании сиру, обязательные сифаты и запрешённые сифаты посланникам алейхи салату изучая льму дорогие братья человек укрепляет свой таухид единобожий очищается от ширка и куфра путём изучения льма человек узнаёт что такое лицемерие для того чтобы сохранить себя узнаёт что такое грех что такое подчинение Аллаху умеет определять дабы от греховного остерегаться и выполнять то что ему велено выполнять изучая льму человек узнаёт основы имана глубоко изучая льму человек узнаёт глубоко основы ислама изучая льму человек узнаёт что такое ихсан изучая льму человек узнаёт что такое сунна изучая льму человек узнаёт что такое халал изучая льму человек узнаёт что такое харам что такое карахат изучая льму уважаемые братья человек узнает, что такое Ибадат. Изучая Ильму, человек узнает, что такое Адам, о котором только что Али Хаджиау Хафидла Аллах говорим. Изучая Ильму, только человек может понять и соблюдает этику сына перед родителями, этику соседа перед соседом, этику мусульманина перед мусульманином, этику мужа перед женой, этику отца перед детьми, этику ребенка перед родителями и так далее. Это долго перечислят. Родственные связи. Изучая Ильму попунктно, только так может человек это понять. Поэтому Салаху-Фаттафи-Ильми говорит благосохранность для молодого человека в изучении Ильму. И вот сейчас здесь много взрослых мужчин сидят, у которых седые бороды, уважаемые братья. Имам Тирмидии говорит благо для наших детей в изучении Ильму. И сейчас вот седые бороды, вы сделаете для себя приблизительный отчет в учет. Какое процентное соотношение из молодежи вы пытаетесь спасти? Сколько из них изучают Ильму, а сколько из них не изучают Ильму? Сколько из них оставлены на произволь судьбы и интернета? Седые бороды, старшие братья, каждый из вас индивидуально задайте себе вопрос. Какое процентное соотношение молодежи вы пытаетесь спасти? Сколько их? Сколько из них изучают Ильму, стольких вы и пытаетесь спасти? Мужчины и женщины развития? Нет. Да, настаёт Аллах меня и вас, дорогие братья. Аминь, Аллах. Только изучая Ильму, человек может глубоко понять и сохранить свое вероубеждение, ещё раз повторяю, свою акиду, спастись от ширка, куфра, от лицемерия, от заблуждения, от заблуждающих, только через Ильму, дорогие братья. Если даже взрослое поколение, старшие братья, которые сегодня носят седые бороды, если даже вы были лишены этого нирмата в вашей молодости, когда вы были маленькими, если даже вы были лишены этого нирмата, этого блага, Субханаллах, так давайте же вы закатаете рукава и предоставите всю возможность для молодёжи изучать эту Ильму, потому что так как сегодня она распространена, когда она была распространена в Дагестане, имеется в виду, мечеть есть, медрес есть, алим есть. Вот сегодня любой вот здесь сидящий, изучавший Ильму, любой мутаалим может сказать, если я захочу задать вопрос верховному муфтию Египта, я могу зайти к нему на страницу и задать ему вопрос. Если я захочу задать вопрос имаму А'авам, это верховному имаму Аль-Азгар, самого крупного исламского университета на планете Земля, если я её, мудиру имаму, захочу задать вопрос, я могу зайти к нему на страницу и задать ему вопрос. Вот так легко тоже есть доступ к ильму, дорогие братья. Поэтому, старшие братья, не пренебрегайте этим благом, который Аллах дал. Если даже вам Аллах в свое время не дал, то вам дал возможность передать младшему поколению. Да не лишит Аллах меня и остальных тавфика. Амин. Второе, то, что сказал имам Тирмиди, рахматуллах, алейх, ва салаху, кахли, фил масчеди. Кахль – это старший возраст. Что имам Тирмиди говорит, благосохранность для взрослого человека, фил масчеди, в мечети, говорит. Я помню, когда в 96-м году я приехал учиться в медресе, на Бейбулатово есть маленькая мечеть, толпами туда приходили старики. У них в руках бывали длинные чумол, тоже такие вот, из фосфора такие, вечером, которые светят, они бывали, и зеленые тоже. Длинные чумол тоже бывали. Перед Азаном можно было увидеть, как ряд таких седых бород двигается в сторону мечети, вот так размахивая четками. После Азана еще больше их появлялось. Вот так ходили туда на жамаат-намаз. А сегодня, к большому сожалению, ничего так не видно в руках у белых бород, и в сторону мечети тоже не увидишь, как они двигаются. К большому сожалению. Многие не двигаются. Малочисленное количество осталось двигающихся в сторону мечети на жамаат-намаз, дорогие братья. Если взрослые люди, у которых седые бороды, вы начнете ходить в мечеть, одна из благ для тебя, который говорит имам тирмиди и рахматуллах алейх, это хороший пример для подрастающего поколения. Ты пример предаешь. Лучше этого что может быть? Еще взрослый человек, у которого седая борода, это признаки того, что этот человек близок к могиле, чем молодой. Белая борода, она близка к могиле, чем черная борода. Да, молодыми тоже умирают, как в Коране сказано. Аллах сказал, я сотворил вас до старостни, но среди вас есть, которые умрут молодыми. Но тем не менее, мы знаем, возрастом этот человек близок к могиле. Этот человек, видно, что беспокоится за свой ахират, когда он начинает ходить на жамаат-намаз. Взрослый человек это показывает. Почему? Потому что это посещение жамаат-намаза, это признак чего? Признак имана. В хадисе сказано, вы свидетельствуете, что у этого человека есть иман. Если посмотреть по количеству людей, которые ходят на жамаат-намаз, так мы на пальцах можем в селе посчитать людей, у которых есть иман. Дорогие братья, это не упрек, дорогие братья, это для напоминания. В Аллахе, это не упрекая, я говорю. Я это говорю для напоминания, уважаемые братья. Люди, взрослые люди могут стать и тельную корову новокупленного бычка для осеменения, или же хорошего жеребца, который купил, или же кардан, который нашел хороший на авторинке. Эта вещь может обсуждать час-полтора-два человека, взрослых, которым 55-60 лет. Мужики могут встать, колесо мотоцикла обсуждать полтора часа, когда на жамаат-намаз уходит всего лишь 15 минут. В сельской местности тоже бывает отличенность. Огород свой хвалят, урожай хвалят, сын, то, что машину купил, хвалятся, сыновьями хвалят, дочерьями хвалят, зитьями хвалятся. Пока там тут собираются и друг другу хвалятся, субханаллах, они лишаются от показания наилучшего примера для подрастающего маккаления, как ходить в жамаат-намаз. Если взрослый человек ходит на жамаат-намаз, внутри мечети он более сохранен, чем на улице от шайтана, от людей, от гибатов, от бутан-бухтанов, от сплетней, от играния в нарды, шашки, карты. Некоторые взрослые люди собираются на улице, на лавочке, за реки кидают, где накрываться. Не так ли это? В любом селе это можно увидеть. В любом селе. В любом селе, дорогие братья. Это второе, то, что сказал имам Тирмид, я слишком дальше углубляться не буду в комментарии. Ва салаху лмар ати филбайти и благосохранность для женщины, говорит, филбайти дома. Вы посмотрите, дорогие братья, после того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение, покинул этот мир, женщины продолжали ходить на жамаат намаз и ограничения посещать жамаат намаз женщинам, даже женщинам. Они даже ходили на жамаат намаз. Женщины ходили. Я так их не делаю, я не унижаю женщин, даже женщины. Это жамаат намаз даже для женщин было делом обыденным, понимаете? Потому что понятия не жамаатом совершать намаз, так такого не было. Даже для женщин было понятие совершать намаз жамаатом. Сегодня самые видные, самые сильные, самые крепкие, авторитетные, богатые, старейшины даже села, тогда даже они не стремятся сегодня посещать жамаат намаз. Старейшины села, мудрецы села не пытаются стараться посетить жамаат намаз. А тогда это женщины, просто женщины ходили на этот жамаат намаз. И после того, как посланник Аллаха, мир ему и благословен, перешел в мир иной, некоторыми сподвижниками были поставлены какие-то ограничения. Почему? Потому что было сказано, лицемеров мужчин, которые начали смотреть на женщин, больше стало в тот период. Почему здесь говорится «Васаллахюльмар, атифильбайти» благо, сохранностью для женщин является пребывать дома. Мы же сами знаем, кто здесь в поселке живет, кто в селе живет. Не именно в этом селе. В любом селе мы все знаем за всех сельчан. Как можно разрешить жене ходить перед глазами вот этих мужчин? Один подлее другого. Один халикат, чем другой. который словом, ртом, слово не держит. Глаза от чужих женщин не держит. Я не говорю сейчас о тотализации, я говорю о большинстве. Глаза не берегут, рот не берегут. Конечно, для женщин не будет благосостоянием находиться дома, нежели перед глазами этих мужчин ходить. Да, есть сестры, которые вынуждены выходить, потому что муж и жена разводятся, даже эти детские деньги отец не дает матери, даже детские деньги забирает. Детей дает к жене, а детские деньги ставят себе в карман. Когда от вот такого мужа разводится, женщине что делать? Ей приходится по домам ходить, дома чужие дома вытерять, ей приходится на базар выходить, торговать, ей много чего приходится делать. В кафешках приходится официантками быть, таким подлецам, как мы еду таскать. Если тебе в лицо не улыбается, который там в книге жалоб пишет, ваша официантка в лицо не улыбается, это нехорошая официантка, ее уварняют, потому что такому халикату подлецу, как ты, она в лицо не улыбается. От того, что на улицу выйдут, им на улице есть что ли счастье? Ни дома нету счастья, ни на улице нету счастья. В любом случае счастье для женщины дома. Потому что, когда женщина находится дома, это первый признак, когда женщина пытается из дома не выходить, это первый и самый важный признак показания о целомудрии женщины. Если есть у женщины 0,1%, если женщина имеет возможность не выходить из дома, то пускай она этого не делает. В этом есть счастье. Дуняли и Ахирати, дорогие братья. Если женщина из дома выходит, дети бывают невоспитанными. Без материнской любви, без материнской ласки дети бывают. Если мама находится дома, не выходит из дома, хотя бы она упущение отца в воспитании, воспитание, которое упущение отца есть, она хотя бы вот это тоже может загладить, маломальски может загладить. Но когда и отец домой не возвращается, и когда матери приходится выходить из дома, то вот у этого младшего, нашего молодого поколения ничего нету, дорогие братья. Пока мы пытаемся построить дом, сделать ремонт, хорошие бани, хорошие спальни, хорошие телевизоры, компьютеры, игровые приставки, пока мы пытаемся заработать, чтобы купить им дорогие телефоны, одеть их в хорошую одежду, именно воспитанием занимаются люди куфра. Они заставляют у нас все вот эти, все нужное, да, вот это, и телевизор, и дом, и еду, и одежду, все, что нужное для ребенка предоставлять. Нам дают они возможность, нас заставляют, но нас лишают воспитания наших детей, а сами занимаются воспитанием. И посмотрите теперь, во что превращается наша подростковая молодежь. Ты наш отца. Мы пашем, а не вербуют. И четвертое, то, что сказал имам Тирмизи, и благом для преступника является тюрьма. Насчет намаза, фарз намаз, кто оставляет? Если человек говорит фарз намаз, это не фарз, ее совершать не нужно. Его хукму же знаете, вы по шариату даже. Если человек говорит, фарз намаз надо делать и не совершает его. Его хукму знаете, вы по шариату? Вы имама своего спасите потом. Единственный, имам Абу Ханифа, рахматуллахи, говорит, этого человека сажают в тюрьму, пока не покаяться и не начнет совершать намаз. Почему? Потому что он преступник и от него есть большой вред. И теперь представьте, дорогие братья, сколько бывает в населенном пункте, не совершающих намаз преступников. Наши дети вместе с ними в перемешку с преступником, который намаз не делает, уразу не держит, рыбат делает, бутан делает, сигарету курит, алкоман, наркоман, анашист, куряшник, вор, прелюбодей, кидальщик, лицемер, мунафик. Столько, это я на одной руке посчитал, а сколько этих грешников, преступников обитает в нашем населенном пункте, в этом или же в любом. Когда наши дети выходят на улицу, вот столько преступников вокруг наших детей, и как можем мы просто оставить их среди этих преступников? Если ты знаешь, что твой сын, который не курит, не пьет, не наркоманит, играет в футбол вместе с еще одним десятью человек, такими же молодыми партнами, которые все курят и наркотики используют, ты оставил бы своего сына вместе с ними в футбол играть? Нормальный отец не оставил бы, нормальная мать тоже нет, нормальный дядя, нормальная тетя, нормальная бабушка, дедушка, этого не позволили бы. Так почему мы не смотрим, к кому, когда из дома выходят наши дети, к кому они выходят? Они выходят к преступникам. Есть в нашем обществе куряшники, наркоманы есть, одурманивающие разные вещества, которые употребляют люди, есть, намазные делающие есть, цуал, воры есть, кидальщики есть, заблудшие есть, заблуждающие есть. Это можно перечислить, это можно перечислять дорогие братья. Пока в нашем обществе есть преступники, наши дети в опасности. Пока в нашем, если даже наше общество было бы полностью идеальной, тогда даже, тогда тоже мы должны были заниматься воспитанием своих детей и сохранностью наших детей. Но при том, что в наличии есть столько разных видов грешников в нашем обществе, так как мы можем, дорогие братья, детей просто вот так оставлять на произволь судьбы? Пусть Аллах сохранит и обережет. Аминь. Еще раз повторяюсь. Салаху льфата фи льми, благосохранность для молодого в знаниях, ва салаху лькахли фи льмасджиди, благосохранность для взрослого в мечети, ва салаху льмарати, благосохранность для женщины фи льбайти дома, ва салаху льмузи, и благосохранность для преступников из сыжени в тюрьме. Эти все люди, они должны были бы быть в тюрьмах, дорогие братья. Вот тогда было бы наше общество сохранено от них. Но так как они среди нас, наше общество не сохранено. Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду ты должен беспокоиться за себя, за свою жену, за своих детей. Это малая семья. И за всех остальных мусульман тоже. Ассаламу алейкум ва рахмату. Ахмад Зарук был такой великий ученый, шейх Кадда саллаху руха пишет, что однажды он спросил у человека, вот комендант тюрьмы бывает, однажды он у него спросил об обстоятельствах в тюрьме, кто туда попадает. И он отвечает ему, за все 40 лет, которые я здесь работаю, каждый заключенный, который приходил к нам в тюрьму, я, говорит, у него спрашивал, вот в день, когда ты совершил преступление, когда тебя сюда привели, совершил ли ты утренний намаз в джамаате в этот день? За 40 лет все заключенные, которые пришли к нам в тюрьму за 40 лет, ни один не сказал, что он совершил в этот день утренний намаз в джамаате. За 40 лет. И почему я этот вопрос им задавал, говорит, мне было интересно, так как я слышал хадис пророка саллиллаху а.в. Мансалла л'иша'а вассубха фі джамаатин лямязал фи димматиллах. Тот человек, кто совершит утреннюю ночную молитву в джамаате, этот человек не перестает быть под опекой Всевышнего Аллаха. То есть Аллах этого человека оберегает. Я хочу, уважаемые братья помимо того, что сказал наш брат Хайзри относительно старшего поколения. Был один мальчик, который каждый день хотел на утренний намаз ходить. Его отец не вставал на утреннюю молитву. У него дома была тишина и покой во время утренней молитвы. И он на улицу выходить боялся один, так как это темное время. И он видит, каждый день выходит сосед из дома и идет в мечеть. И он говорит, выходил за этим соседом и в мечеть шел. Обратно и в мечеть, обратно каждый день ходил на намаз ребенок. Через некоторое время этот сосед умирает. И этот ребенок плачет настолько, как будто умер его родной отец. И его отец не понимает, он его спрашивает, кто-то близкий что ли у тебя умер, это же сосед. Почему ты так сильно плачешь? Что он тебе такого сделал? И он рассказывает своему отцу, каждый день, говорит, он был моим проводником в дом Аллаха и обратно. Каждый день я за ним ходил на намаз и обратно в месте приходили, говорит. И тогда его отец говорит, он, ребенок спрашивает, кто теперь будет меня в мечеть водить? Этот отец таубу делает и говорит, я буду, сынок, тебя теперь каждый день водить в мечеть. Уважаемые братья и сестры, наши дети, это еще чистые создания, они не испачкались, как мы. Они не погрязли в этой мирской жизни. У них этого пардала перед нами, как у нас перед Аллахом есть, у них нет. У нас сегодня есть возможность. Неужели настал тот день, что наши дети будут нас в мечеть приводить, а не наоборот? Спросите любого ребенка, хочешь ты, чтобы я тебя приводил в дом Аллаха? Ни один не откажется. Мы однажды, вот не так давно организовали в городе у нас, в Хасаюрте, что каждое воскресенье, один раз в неделю мы приглашаем мечеть с семьями. И женщин, и девочек, и мальчиков. У нас было 30 человек стабильно максимум на джамаат намазе, утреннем намазе. Сейчас доходит почти до 100 человек каждое воскресенье. Что послужило этому причиной? Послужило причиной, что мы детей заинтересовали приходить в мечеть. Это дети, уже родители будут, идем в мечеть, говорят. Уже настало это время, настал этот день, дорогие братья. Я хочу привести один, такой маленький пример. Какой хасиль это дало, какой итог. Один раз пришедший на утренний намаз ребенок, которому еще нет 10 лет, который еще не стал совершеннолетним, в следующий утренний намаз на воскресенье, он приходит ко мне с копилкой, которую мы посчитали, там было 4500 рублей почти. И он после того, как все ушли, подходит ко мне и говорит, имам, вот эту копилку я хочу попросить вас передать нуждающимся Турции и Сирии. То, что мы за всю свою жизнь не сделали, дорогие братья и сестры, поступок ради Аллаха, этот ребенок уже сделал, посетив всего лишь один утренний намаз. И, аль-хамду лилях, нашлись люди, это не мы, это мы всего лишь собак, причина. Мы ему вернули 45 тысяч рублей, еще на что он копил, тоже вернули. Это Аллах все сделал так, чтобы все до него дошло. Почему? Потому что ради Аллаха он это сделал. Наши дети, дорогие братья и сестры, нуждаются в этой духовной пище, в этой обстановке, в этой атмосфере, которую мы им нигде не можем дать, кроме как здесь. Посещайте мечеть с детьми. Как мы намочились, пришли в час. Не надо детей жалеть, не будить их на утренний намаз. Сегодня они могут, возмущаться будут, но завтра нам спасибо скажут. Если спросить меня и любого старшего здесь, хотел ли бы ты, чтобы тебя твой отец вот так будил, с тобой мечеть ходил, клянусь Аллахом. Дорогие братья и сестры, я хотел бы. Когда я хотел, тоже не пускали. Но сейчас мы видим, что нашим детям нужно. И это только здесь можно получить. Это как лечение, вакцина, которую мы можем получить только в одном месте. Пойдя в больницу и так далее. Давайте же будем эти возможности использовать. Это большой ниомат Аллаха, что столько мечетей есть. Вот открыли мечеть. Здесь очень приятный кавролин. Здесь очень красивая побелка. Очень красивая люстра. Очень красивая облицовка. Все красиво здесь. Но никогда мечеть красивой не станет, пока ее не украсит джамаат. Запомните это, дорогие братья. Никогда она красивой не будет. Эта мечеть, пока она не будет полной на джамаат намазы, она не станет красивой. Потому что это для людей. А красотой мечети перед Аллахом является джамаат. Пусть Всевышний Аллах нам и нашим детям в этом поможет, дорогие братья. Сейчас я хочу предоставить слово полпреду Муфтиата Республики Дагестан по северному территориальному округу Израилу Мухаммаду Басырову. В первую очередь поздравляю вас с завершением реконструкции этой мечети, прекрасной мечети. Недавно, несколько месяцев назад, я помню, я здесь был, и здесь ремонты проводились. Алхамду лиллах, вот сегодня завершили, сегодня местами здесь собрались, и это большое счастье для нас. На самом деле, как сейчас Аллах сказал, мечети ремонтами, облицовками, люстрами и так далее украшать не хватает. Это нужно украшать и своим присутствием. Аллах в Коране тоже говорит, поистине, мечети строят, их украшают, те, которые уверовали в священную Аллаху и в сотний день. Украшают, уважаемые братья и сестры, своим присутствием. На самом деле, это место, это площадка, где собираются Аллаху любимые люди. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что вы, джамаат, которые здесь, на этом мажлице собрались, которые каждую пятницу спешат сюда, слушат своего имама, которые каждый, вот, когда имам проводит урок, дар сулам, спешат сюда, в мечеть, чтобы получить илму, знание, эти люди, Аллаху любимые люди. Почему? Потому что об этом утверждает сам пророк, салаллаху алейхи вассаляма, говорит он, «Ман юридиллаху би хайрон юфақиху фиддин». Человек, которому Аллах желает хорошее, Аллах дает ему понимание в его религии. И приходя сюда, слушая имамов, мы эту илму получаем, мы получаем знание нашей религии. И, конечно же, эти люди, Аллаху любимые люди. Аллах, если их не любил бы, Он не собрал бы их на таких мажлицах и мечетях. Это площадка, где объединяются наши джамааты. Это площадка, мечеть, где приносит радость, где за наши деяния, за наши ибадат, вознаграждения приумножаются. Где мы на самом деле получаем нужное, правильное воспитание, в первую очередь, для себя и для своей семьи. А это очень важно. Хизы Хаджи нам об этом рассказал. Здесь можно даже напомнить, уважаемые братья, вот такой момент воспитания. Кто нас воспитывает? Нам Хизы Хаджи рассказывал, говорил, мы на самом деле ради детей, ради приобретения имущества, мы работаем, мы приобретаем, у нас нет времени воспитывать свою семью, но их воспитывает телефон. В телефонах они получают такое воспитание, что является чуждым для нас, для нашей религии, для Дагестана, для всех мусульман. И сегодня, завтра мы видим таких людей, встречаемся с такими людьми, которые вот в наше представление, наш разум этих людей и то, что они говорят, принимать не могут. Доказательством этого можно привести сегодня вот Саудовскую Аравию. Вот недавно, наверное, много кто, которые Хаджи были, они видели, там мы не видели таких людей без бороды, не видели, например, лица женщин, они были закрыты. Да, вроде бы говоря, что это их религия воспитывает, они все это делали. Но, однако, вот, Хукумат их чуть-чуть дал свободу им. Сегодня мы там мужиков видим вот с такими, такими прическами разными, которые чуждые для нас. Мы видим там мужчин без бород, мы видим там женщин без прикрытия лица и видим такое, что вдоль, возле мечети даже они могут курить. Видим с большими, длинными ногтями, видим, что женщины садятся за руль машины. Это за короткий срок после того, как им дали свободу чуть-чуть. Представляете, уважаемые братья и сестры? Значит, что было? Называя себя мусульманами, как бы придумывая для себя, что их воспитывает ислам, на самом деле оказалось, что их воспитывает вот этот телефон. Они сидели в телефонах, они видели то, что все, что есть в телефоне, и как только им свободу дали, вот этот амал, абиат, который к ним пришел с этого телефона, с запада и так далее, сегодня они нам показывают. И очень обидно бывает, когда в священных местах даже мы такое видим. А что говорит про нас, когда мы это все не контролируем, как Хизе Хаджи сказал, пока мы работаем, их воспитывает зло. Да, убережет Аллаху Та'ала нас и их, и дадаст Аллах нам тавфиq, на самом деле дать им правильное воспитание. Мы за них в ответе в судный день, мы за каждого человека из нашей семьи, в том числе и за наш жамаат, мы будем отвечать. Да, облегчит нам Аллах. И дадаст понимание в этом направлении, уважаемые братья. На это нужно максимум сегодняшний день проявлять внимание. И, конечно же, мечеть, место для поклонения священного Аллаха, где Аллах многократно приумножает вознаграждение относительно намаза. Основно мы сюда приходим, делаем жамаат намазы, приходим, делаем, совершаем намаз. Ну, вот сегодня, наверное, здесь собрались и те, которые даже особо не стараются приходить на жамаат намаз. Но и, уважаемые братья, даже если мы приходим на жамаат намаз, даже если мы дома делаем намаз, бывают моменты, что мы обманываемся этим намазом. Почему? Потому что одно вот мы для себя говорим, да, я намаз делаю. Но над намазом мы не работаем, мы не улучшаем форму совершения намаза, и так далее. На самом деле, вот этим, если мы обманемся, мы в судный день останемся проигрышем. Мы знаем, ас-салату имаду дин, намаз это является опорой религии. Если мы крепко будем держать эту опору, у нас религия будет держаться крепко. И человек, который, на самом деле, у него намаз исправен, этот человек спасется. Намаз это грибадат, за который вознаграждение Аллаху Та'ала, то есть, Аллаху Та'ала быстро, который поднимается, за который Аллаху Та'ала быстро за это вознаграждение дает. Но, однако, Аллаху Та'ала, чтобы нас с вами убедить, в Коране говорит, бисмиллахи ррахмани ррахим, фавайлулли льмусаллим аллазинахум ансалатихим сахум. Горе тем людям, которые совершают намаз. Представляете, здесь не говорится о тех людях, которые не совершают намаз. Это большая беда. Ну, и тем людям, которые совершают намаз, горе. Тавсиры, толкование этого аята, говорится, вайлун, имеется в виду, говорит, это ущелье в аду, который сам ад, просит сохранности и защиты от наказания на этом месте. Вот такое трудное место, да, где большие мучения и наказания, место, которое находится в аду, вот это место, говоришь, ждет тех людей, которые совершают намаз. И Аллах сам же дает пояснение этим словам аль-лязинахум ансалатихим сахум. В следующем аяте Аллах говорит, это горе тем людям, которые совершают намаз, но совершением намаза относятся небрежно, не исправляют свой намаз, вовремя не совершают намаз. то есть небрежно проявляют совершение намаза. И, конечно же, уважаемые братья и сестры, мы должны задуматься и мы должны исправить свой намаз, улучшать форму совершения намаза. Мы к этому должны призывать наших детей. Иначе мы понимаем, что мы, если у нас намаз не будет исправен, мы не спасемся. Дай Аллаху Тааля нам тавфит с этой площадки, которой Аллах нам дал, пользу максимум брат. Ведь шукру за неамат священного Аллаха использовать этот неамат в его распорядке, то есть в нужную сторону мечеть нужно использовать, уважаемые братья, как можно больше отсюда взять вознаграждение за ибадат, богослужение, которое мы совершаем с священному Аллаху. И, конечно же, здесь получать как можно больше знаний и рельму от нашего имама. Имамы — это те люди, на которых возложена такая же задача, которая была возложена на пророков алейху салату вассалам. Ведь пророк салаллаху алейху саламу он за нас переживал. И единственная цель пророка салаллаху алейху саламу была как можно максимум людей сохранить и защитить в сотний день от наказания ада, то есть защитить из его общины. И ученые, они являются наследниками пророка салаллаху алейху салаллаху алейху саламу нам с вами оставил. И следуя за имамом, слушая имамов, мы этот нямат, это наследство пророка салаллаху алейху саламу получаем. И у них, уважаемые братья, задача довести до каждого человека из общины пророка салаллаху алейху салаллаху алейху салаллаху алейху то, что он оставил наследство, чтобы нас с вами спасти в сотний день. Дай Аллах нам тавфик следовать им и этим самим спасти себя своих близких, родных, таким образом защитить, сохранить свою религию. Уважаемые братья, да приумножить Аллаху таалла вознаграждение каждого человека, который пожертвовал для того, чтобы закончить реконструкцию этой мечети. Ведь мы знаем человек, который израсходовал малое ради священного Аллаха для того, чтобы построить мечеть, ему за это будут вознаграждения в Ахирате целые замки. И дай Аллах, чтобы Аллах всех в этих замках собрал и не лишил нас бараката наших алимов, ученых, заступничества нашего пророка салаллаху алейху и своей милости. Ассаляму алейкум ва рахматуллах и баракату. Ассаляму алейкум ва рахматуллах и баракату. Баракату и салаллаху алейкум. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Добро пожаловать вangers. Бог сказал, что л żadн evaluate на праве молитвы. Скажем, что будет любовь, любовь и д joy. Как я скажу, что-то здесь нужно. Когда иди, что я говорю, что это не такое, не такое. Это же не такое. Я говорю, что все время продолжать, потому что все, что они не уничтожают, что все время, они не уничтожают. Но это не такое. И мы видим, что все остальные, мы не могли это. Я не знаю, что я не знаю. дожди с джеромю и лоб, по-насмолюбному мобильному субътилену. Зачем их не думать о том, что они не знают, что они верят в Дагустан, как起 Qingvят кой-кай-кай-кай-кай-кай-кай-кай за республика, как у Jew сегодня уже глядя, натос сюжет спиральные официальные отношения, настоящее время года он верится в Модель näгер и 401 сговоров, якета, и 28, и Мосноса, и Модель балалона. Он завершен селит, с seguinteю о том, что было все равности, и обgorал в том мире и садить. Что всего нам нужно? Но я не говорю, что это делать. Что это делать? Легко! 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 Чувствуются, чтобы обмечать Иблису, Алим. Его хвосты. И Police DMB David облегчил 후 essMS этой бесконечности Он со связ oğlum ял в captured visible sad и wert not были м да вот и ребята Tech Qu st And the В этом городе что-то давно не было, но то, что он не так. Он говорит, что это не так, что это не так, что это не так. Он не так. А там объявляют, они так оборудованы. И это какой-то. Тогда жизнь открыта. Поэтому жизнь была прямо в облаке. А виноваты, они так оборудованы. Я чувствую вам, что люди не хотят у〕. Думаю, холм. Это не значит, что если у кого-то убедиться, они хотят умереть. Мне ниже, не стоит. Думаю,üngи умереть на prol Павл. Это богатство. Я не знаю, что люди не хотят умереть. Я хотела, что они хотят, что они хотят умереть. Чтобы прав��изracion53 мнение, matter с собственными народами и покыгранными 것으로言iembre будет проходить добры. Но это за то, что мысли, когда они Seep receел miserок. Когда мысли, мысли в месяц, ходили в segu~~~ Девократы были находятся ниже,情 Og�� pedestревцы șiố. А если мысли, потому что мы завистили Богу. Мы не знаем, что безусловно, и отомы, и отомы, и отомы, и отомы. В общем, мы знаем, что мы знаем это, что мы с ним выходим, и имамы, и имамы. Мы с ним бы столько же, чем раз. Как все люди обозначают, как и на это, как все люди с ним будут говорить о Коране, как и на это, как и на это, как они левят? Напишите, если кто-то нашёл человека, и уйдите, и уйдите, уйдите и уйдите. И нельзя идти. Если 띄ся, моя семья в районе России, она не очень сильно пишет нам. Поэтому, как говорится, нужно менять, и уйдите, немного тыс, ням! Как я говорю, он говорит? Он отвечает, что он отвечает. Он отвечает. Если разоб Jacobs говорит, что он отвечает? И не может быть ответов на нашу пленку. Если вы если вы хотите, то не все, что они выращивали. Я думаю, что здесь в мировой смысле. Они будут в нём. И мне кажется, что здесь в мировой смысле, Как и в моем случае, что были правы, что они не хотят уйти. Ведь мы с ними делали все, что они не хотят. Ну и мы с ними думали, что мы не хотим, о чем уйти. Последний день, если у нас есть права, то есть, что мы хотим, Что мы думаем о Мухаммаде. Тут нет. Но мы не знаем, что это значит. А это значит, что нам не понять, что у тебя нет. Значит человек, а в нём, не правильно, не разрушает. И не сломает меня. И если мы не спрашиваем, что у тебя есть, Оз Healthcare Джобельфи Но когда в целом, судяになли того, что нужно, что никто не будет, что не будет. Я не хочу сказать, что оно не было. Нужно набережать, что здесь не будет. Когда женщины не невозможно их, они не поделают нас. Они не будутlusиваться на об этом состоянии. Хаосат, че божи, божи, божи. Хаосат, че божи? Досия Аллахас, күрраву, нирмата, астасы, божи божи. Аллахас жин дара лағзата, дирек божи, нирмата алғолдар дара божи. Аллахаса бүхеке бүггейдес, досы да бүш үшін бүгейдес, Аллахаса бүң дарбабан хау бе-гігініш, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...